здравствуйте уважаемые подписчики и зрители нашего канала наверное каждый опытный садовод со стажем сталкивался с таким томатным заболеванием как бурая пятнистость второе название кладоспориоз это конечно не фитофтора но заболевание тоже противное и если его вовремя не лечить оно доберется до плодов плоды станут водянистыми невкусными и покроются серыми пятнами сам куст при развитии заболевания тормозит в росте перестает развиваться и цвести а листочки покрываются бурыми пятнами это и есть спора грибка болезнь очень стремительно развивается спора грибков летят повсюду прилипая на соседние томаты опору теплицы и землю в итоге буквально за неделю все рядом растущие томаты заражены в лечение данного недуга очень важно не проворонить момент как только увидели что листочки где-то покрылись такой пятнистостью сразу берем медь данное заболевание боится медь содержащих препаратов это может быть бордоская жидкость оксихом хом ордан обигопик или другие препараты также могут помочь акробат мс цинеп или браво достаточно будет две-три обработки после обнаружения заболевания с интервалом в 3-4 дня также нужно обрезать пораженные листья и почаще проветривать теплицу и запомните ни триходерма ни фитоспорин ни йод с кислушкой не помогут бороться заболеванием когда она в разгаре а осенью сожгите ботву томатов землю не перекапываем чтобы бактерии не ушли глубоко вниз а проливаем ее двухпроцентным раствором бордоской жидкости прямо из лейки и пусть хорошенько пропитается земля медью теплицу внутри тоже обрабатываем так как споры могут сидеть везде а весной восстанавливаем микрофлору с помощью триходермы м препаратов или бакаши следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях а также не забудьте заглянуть в описании под видео там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет магазины всего вам доброго спасибо 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 Продолжение следует...